Прогуляться по городу пешком еще можно, а проехаться будет гораздо сложнее. Просто все дело в том, что зима, как всегда, пришла неожиданно, гололед на дорогах также, как всегда, неожиданно, и наши водители оказались не готовы к такой аномальному большому перепаду погоды. В связи с обильными снегопадами и гололедицей в городе, конечно же, образуются заторы, на дорогах сменить летнюю резину не успели на зимнюю. Да, и прямо сейчас, возле одной из, как в простонародье называется, шиномонтажки, находится наш корреспондент Эльвира Исмогилова. Да, и она выходит на прямую связь с нашей студией. Эльвира, доброе утро. Какова ситуация возле шиномонтажки, Эльвир? Доброе утро. Доброе утро, коллеги. Мы сегодня с раннего утра отправились проверить. Буквально вчера автовладельцы звонили нам и жаловались на длинные очереди в шиномонтажных центрах. Все буквально ринулись переобувать свои машины, менять колеса. Но сегодня утром мы выехали проверить, так ли это на самом деле. И как вы видите, ситуация вполне стабильная, практически никого нет. Мы полчаса уже здесь дежурим, и за это время подъехала всего лишь одна машина менять колеса. Но это можно объяснить тем, что синоптики обещают к концу недели оттепель и потеплеет до 12-13 градусов. И, возможно, тепло продлится около трех недель. А настоящая, так сказать, зима придет только в начале ноября. Вот уже тогда морозы ударят и гололезится, устоится. И также сотрудники шинного центра дают советы, что пока нет очередей километровых, вот сейчас самое время переобуваться, а не ждать, когда начнется действительно ажиотаж. Коллеги? Большое спасибо, Эльвира, тебе за очередное бессонное утро. Ведь, чтобы выйти в прямой эфир так рано, нужно просыпаться. А я напомню, что напрямую связь с нами выходила Эльвира из могилы.